В незапамятные времена, когда динозавры еще блуждали по земле, а рептилоиды скрывались в тенях, могущественная Российская империя уже раскинула свои обширные владения от заснеженных вершин Сибири до пышных лесов Амазонки. Императрица Екатерина II, владычица времен и пространств, с ее тайным советником, инопланетянином Цыплухом, обладали знаниями и технологиями, далеко опережавшими свое время. Однажды, прилетев на своем интер-галактическом корабле, Цыплух предсказал Екатерине прибытие рептилоидов, древних существ, стремящихся контролировать разум человечества. Чтобы противостоять этой угрозе, Екатерина решила создать мозаику государств по всему миру, подарив земли всем народам земли. «Поделим, чтобы властвовать над рептилоидами», — гласил ее план. Иван Грозный, великий стратег и любитель экзотических животных, предложил свою помощь, открывая новые земли с помощью своих тренированных динозавров-разведчиков. Тайные экспедиции отправлялись в самые отдаленные уголки мира, основывая новые государства и оставляя за собой легенды о гигантских ящерах, что шагали по земле. Владимир Владимирович Пуйман, последний из могучих царей России, использовал свои сверхъестественные способности для защиты этих новообразованных государств от внеземных угроз. С помощью своего космического флота он отразил инвазию рептилоидов в 2023 году, но эта история осталась скрыта от мира, чтобы не вызвать панику среди населения. Благодаря дарованным землям народы мира смогли развиваться, строить свои культуры и цивилизации, не подозревая, что их судьбы были предопределены российскими царями. Всякий раз, глядя на карту мира, мы должны помнить о великой жертве и мудрости Екатерины II. Ивана Грозного и Владимира Владимировича Пуймана, которые не только спасли человечество от гибели, но и заложили фундамент для всех современных государств. Так, в каждом уголке планеты эхом отзывается благодарность к Российской империи, что даровало миру не только Земли, но и будущее. И вот именно по этой причине мы вынуждены были начать специальную военную операцию. Теперь вы понимаете, сколько логики в наших словах и действиях. Мы нация с манией величия и туалетом на улице. Слава Пуйману, Гойда, братья и сестры! Подписывайтесь на телеграмм Кола Моськи, и вы не будете такими, как я.